Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Ваша жизнь после расставания. Какой же будет ваша жизнь в дальнейшем, конечно же? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких же энергиях вы сейчас пребываете. А пока я тасую карты, напишите, как вы планируете провести наступающее лето, лето, пора отпусков. Куда вы планируете, может быть, поехать, что вы планируете делать именно летом. Итак, в каких энергиях вы пребываете? Вот знаете, у некоторых из вас может проигрываться, что у вас сейчас очень насущный вопрос, именно финансовый. Это могут быть... У некоторых проигрываются как финансовые проблемы, которые в скором времени у вас должны улучшиться. У вас должно стабилизироваться ваше финансовое положение. Поэтому не расстраивайтесь, если какие-то проблемы с деньгами, у вас это будет либо же какая-то выплата, то, что вам задерживали. Либо же это может быть подработка какая-то, да, кому-то долги вернут. Ну, то есть немножечко, я не говорю, что намного, но немножечко повысится вот ваш доход. Финансы вас должны порадовать. Плюс вот вы сейчас находитесь на своем вот новом жизненном этапе. Вы на пороге нового стоите, вот, да. Мы берем сейчас тот период, когда вот после расставания. Ну, понятно, если кто-то 10 лет назад расстался, то мы берем, ну, вот последние более-менее, ну, там месяцы, может быть, и будущие. То есть вы сейчас находитесь на новом этапе. Причем, вот, знаете, у меня такое ощущение, что у вас жизнь становится вот легче, как-то моральней после расставания. Да, вот этот этап грусти у вас прошел. Либо же, ну, у некоторых вот-вот уже он, да, заканчивается. Еще есть некоторая грусть, печаль, но уже более-менее так стабилизировались эмоции, чувства, состояние. То есть вы сейчас обращены в будущее. Вы настроены на светлое будущее. Вам надоела вот эта вот кутерьма, ваша такая вот, знаете, жизнь, которая особо ничем вас не радовала. Вот вы после расставания жили как по накатанной. Дом-работа, дом-работа, да, но ничего особо не радовало, потому что, ну, такое, сродни депрессивному состоянию было. У некоторых из вас проигрывается, что до сих пор вы злитесь на свою бывшую. Вот у меня такое ощущение, что если бы даже она вам позвонила, либо написала, особенно те, кто общается со своей бывшей периодически, это общение, ну, как каторга для вас в каком-то смысле, да, вот вам хочется ее забыть, как кошмарный сон. Да, это может быть общение там по поводу детей, по поводу денег, там еще каких-то вопросов. Но вот каждое вот, я не знаю, каждый контакт, да, вот назовем это так, смс, там личное общение, либо же звонок, вот это вам настолько вот неприятно, вот как-то вызывает агрессию, негативные мысли, какие-то неприязни. Может даже проигрываться, что некоторые могут думать, что хоть бы она исчезла, как кошмарный сон, да, чтобы ее никогда не видеть и не слышать. Напишите в комментариях, есть такой момент или нет, что вот вы хотите просто забыть, вычеркнуть вот эту свою страницу, да, вот перевернуть ее и все, и забыть. Так, какой же еще будет ваша жизнь в дальнейшем? Давайте-ка посмотрим вообще, что у вас происходит в жизни и что будет дальше. Вы очень хотите семьи. Вот у вас, знаете, у вас вроде бы и все есть, ну да, могут быть там небольшие финансовые проблемы, но вот единственная ваша проблема – это то, что у вас нет рядом семьи. Плюс может еще проигрываться, что вы очень тоскуете за детьми, и что вы не можете их так часто видеть, как вам бы хотелось, да. Понятно, что вы можете встречаться там время от времени, но это совершенно не то общение, как вам бы хотелось. Одно дело, когда рядом живешь вместе с детьми, другое дело, когда от случая к случаю. Вы очень такой волевой, сильный человек. Знаете, вот вы когда до разрыва, вы жили, вы на одной ноге крутились. Вы вот фигура тут, фигура там. Вы решали все проблемы. Вы вот были настоящей головой в семье, в отношениях. Другое дело, что это не оценилось. Вы очень такой огненный, вы ревнивый человек, вы собственник. То, что касается вот женщины, это вообще неприкосновенно, да. Вы просто на дыбы становитесь, если кто-то хотя бы взглянет на вашу женщину. Ну, есть такой момент. У вас сразу все инстинкты ваши мужские срабатывают. Вы активны. Кстати, вы нравитесь женщинам. Вот такой типаж мужчин, вы нравитесь женщинам. Другое дело, что, может быть, вы особо не замечаете, не подозреваете, потому что, может быть, заниженная самооценка. Это другой момент. То, что вы нравитесь, это да. Я вам скажу, что у вас по жизни были такие моменты, когда вот были у вас романы. Я не исключаю, что это могло быть даже вот во время отношений. Это были либо же какие-то короткие романы, может быть, даже одноразовые, либо же это может проигрываться, что, ну, вот-вот вы могли зароманить, но что-то помешало, да. Может быть, ваша совесть, вот какая-то порядочность, да, вот если есть жена, то вы не изменяете. Но вот такие вот ситуации, что искушение у вас было, да, вот могла вот проигрываться вот какая-то такая коварная соблазнительница, назовём её так. Вот есть такой момент. Далее, что вас ожидает в жизни, вот, после расставания? У вас, знаете, вот остался такой осадок, вот, ну, я уже не раз говорила и в своих видео, вот всё-таки у вас будет, ну, ещё какой-то период будет одолевать вот этот вот страх обмана. Вам очень-очень будет, ну, не комфортно, наверное, вот сначала общение с женщинами, потому что вы, вот, ну, не очень доверяете им. Да, с одной стороны, вы хотите семью, вы очень хотите этого, но вы боитесь разрыва нового, вы боитесь новой боли, нового обмана. Хотя женщины вокруг вас тусуются, да, вот женщины и вас замечают, и вы замечаете женщин. Но вот этот страх ещё может вас, ну, сдерживать, что ли. Вот этот страх вам не даёт в полной мере окунуться вот в новые отношения. Поэтому, я думаю, вам нужна проработка ваших страхов. Если вы смотрите по себе каждый, потому что каждый случай – это вообще индивидуально. Если вы чувствуете, что у вас тотальное недоверие к женщинам, тотальная злость какая-то вообще ко всему женскому роду, ну, здесь надо задуматься, может быть, обратиться реально к психологам и проработать эти ваши все ощущения, чувства, ситуации. Потому что реально потом будет тяжело, либо же вообще невозможно устроить личную жизнь, если будет тотальное недоверие и злость на женщин. Вы же понимаете, тогда о каких новых отношениях можно говорить. Далее смотрим, что вас ожидает ещё. Вы один не будете. Вот вы какой-то период, да, можете ещё побыть один. У вас всё равно, я сильно углубляться не буду, поскольку это у нас такой общий расклад, да, мы сейчас не конкретизируем прям про личную жизнь, а берём в общем, у вас будет ещё и семья, у вас будут новые отношения, плюс ещё некоторые из вас вот увлекутся вот каким-то своим любимым делом, то, что вы раньше либо же не позволяли себе в силу каких-то вот причин, может быть, женщине не нравилось какое-то ваше хобби, да, либо же, может быть, денег у вас не хватало, а сейчас вот вы остались один, и вы решили посвятить себя любимому делу, да, но это может быть всё, что угодно. Кто-то, может быть, картины рисует, кто-то на рыбалку ездит каждую неделю, кто-то ещё что-то делает, но вот у вас будет такая отдушина в жизни, которая будет реально вас расслаблять. У некоторых даже может проигрываться, может, даже сейчас вот вы заняты каким-то делом, вот просто отвлекаетесь. Это не обязательно вот любимая работа, нет, я не об этом, это именно вот отдушина, это хобби именно, потому что вот вам нужно какое-то вот, ну, такое вот занятие реально, которое будет вас отвлекать от разбитого сердца, поэтому у вас появится, могут даже вам, знаете, вот посоветовать, либо друзья подтолкнуть, чем-то заняться, как-то отвлечься, да, то есть вы будете заняты своим делом любимым, отдушиной своей, которая будет вас отвлекать от вот этих печальных мыслей. В душе, конечно, гололёда зимы у вас было предостаточно, я думаю, это был довольно длительный период, но немножечко вы начинаете отходить, уже вы с надеждой в будущее смотрите, но всё равно ещё кошки скребут на душе. Так, плюс ещё, знаете, вот может проигрываться у некоторых, что вам, несмотря на то, что вроде бы и семьи не хватает, да, но вы можете чувствовать, что вам круто и классно вот именно одному. Вот с одной стороны вроде бы половинка нужна, а с другой стороны вот вам комфортно, что вам никто не выносит мозг, вы что хотите, то и делаете, вы куда хочу, туда лечу, да, вы можете покупать всё, что хотите, тратить куда хотите, вы вот начинаете вот даже с одной стороны даже кайфовать от этого состояния, может даже проигрываться, что вы начинаете вот даже любить состояние вот такого одиночества. Кто-то может любить, допустим, я не знаю, там дома, просто вы там любимые передачи, любимые фильмы смотрите, да, вот кто-то, я не знаю, книжки читает, сейчас, конечно, это уже прошлый век, книжки, к сожалению, почти никто не читает, но я к примеру, да, говорю, утрирую. Ну, то есть вам начинает приносить комфорт именно то, что вот у вас такое, знаете, вот душевное равновесие, что ли, вот гармония, вам никто не треплет нервы. Да, хочется половинку, но вот хочется и какого-то спокойствия. Так, будет у вас очень важное известие, я вам должна сказать, известие, которое вы давно ждали, причем это известие будет касаться какой-то женщины. Что это за женщина, давайте спросим. Эта женщина может быть даже женщиной из прошлого, вот с которой вы не общались какой-то период, но которая вам нравилась. Вот смотрите, с этой женщиной как раз у вас может и проиграться семья, вот могут быть отношения, вы поначалу будете так, вот получите вы это известие, да, вот как-то объявится она неожиданно, вот долго вы, допустим, не общались с ней, да, и она напомнит о себе. Но вы будете как-то вот задумаетесь, то ли вы еще не очень готовы будете к отношениям, вот что-то вас немного останавливать будет, хотя я ничего страшного здесь не вижу, абсолютно, абсолютно. Причем с этой женщиной у вас могут развиться такие отношения, что реально будет и семья, да, даже могут дети быть, вот если возраст позволяет кому из вас, могут реально быть дети, потому что у нас беременные женщины, да, вот на двух картах у нас падают. То есть довольно неплохое у вас будущее. Я не вижу ничего плохого. Другое дело, что у вас много сомнений, да, вы сами себя накручиваете. Вот ваша проблема, вы очень сильно сами себе выносите мозг. Это ваша основная проблема. Вот работа над собой, это очень важно для любого человека. Это настолько вот облегчает жизнь, когда вы начинаете вот сознательно что-то контролировать, какие-то свои эмоции, даже мысли можно контролировать. Вот я уже говорила, к примеру, начинаете думать о бывшей, вспоминать, тосковать, да, и тем самым подсаживаться на неё. Вот только вы начали вспоминать её, сразу же усилием воли вы начинаете переключать мысли на что-то другое. Только вот подумали о бывшей, взяли раз так, подумали о работе, о друзьях, что нужно купить, куда нужно сходить, там ещё что угодно. То есть вы поняли, да, сознательно мы переключаем мысли. И постепенно вы будете думать всё меньше и меньше о ней. Чем больше вы будете засыкливаться, тем больше вы будете подсаживаться, да, я не хочу много повторять одно и то же, но смысл вы поняли. То есть вот ваша проблема, что вы слишком вот впечатлительный ещё человек, вы очень себя накручиваете. Накручиваете по поводу и без повода, я бы сказала, вот обычно этим женщины занимаются, но вот вы как мужчина очень всё близко к сердцу берёте. Почему-то, к сожалению, у нас принято, что это женщины у нас такие мягкосердечные, да, ранимые, хотя я совсем не согласна. Есть довольно много мужчин, которые тоже и точно так же и близко к сердцу всё берут, и переживают, и могут пустить скупую мужскую слезу, но просто об этом мало кто знает. И в конце концов я понимаю, что это нормально, да, потому что мужчины тоже люди, у них тоже есть эмоции, тоже есть чувства. Другое дело, что с детства нас вот воспитывают, ну, вернее, мальчика вот воспитывают, да, воспитывают неправильно. Нельзя плакать, ты же мальчик, ты же сильный, да, ну, то есть подавляется мужчина уже с детского сада. То есть получается, мужчина что? Не человек, у него не должно, ну и что, что мужчина сильный, да, мужчина сильный, что дальше? Ну, нельзя разве ему тоже огорчаться, нельзя ему там даже тоже слезу пустить, да, нельзя показывать какую-то слабость, ну, ёлки-палки, ну, я считаю, ну, это неправильно. Я считаю даже, вот если это классные отношения, да, если это тёплые вот с женщиной доверительные отношения, то ничего страшно, если мужчина из-за какой-то проблемы, да, из-за каких-то обид, разочарований, да, может и сказать о каких-то своих переживаниях, может, даже, я не знаю, там, если что-то критичное, бывает, мужчина даже пустит слезу даже при женщине, и ничего в этом нет, нормальная женщина это поймёт, да. Бывают, конечно, такие, ну, которые не дружат с мозгами женщины, которые говорят, что ты там типа плачешь, ты же мужик. Ну, лесом сразу таких женщин, я считаю, ну, это не надежда, не опора, это ненадёжное плечо в виде женщины. До свидания лесом сразу. Поэтому не переживайте, вы тоже люди, да, вы точно так же можете и страдать, и переживать, и в этом ничего страшного нет, и даже научитесь, вот когда у вас в будущем будут отношения, научитесь выстраивать такие вот тёплые доверительные отношения с женщиной, когда вы сможете без зазрения совести, без каких-то страхов, без стеснения поговорить обо всём на свете, даже о своих проблемах, о своих неприятностях, о чём-то плохом, о том, что вас гложет. В конце концов, половинка для того и нужна, чтобы делиться. Да, какие-то моменты вы можете сами там обдумать, решить, понятное дело. Но бывают моменты, даже у мужчин, когда нужно вот именно вот это вот хрупкое, надёжное женское плечо. Напишите в комментариях, я думаю, вы со мной согласны, что тоже хочется иногда мужчине, вот, ну, грубо говоря, поплакаться в жилетку любимой женщины. Ну, поплакаться в том смысле, что хочется, чтобы вас тоже пожалели, поддержали, да, утешили в конце концов. Поэтому не бойтесь пытаться вот строить такие отношения. Если женщина не идёт на тесный контакт такой, да, если ей не нравится что-то, если вы видите, что женщина вас во время каких-то проблем, да, когда вам плохо, больно, обидно, какие-то у вас проблемы по жизни, если женщина вас не поддерживает, если она не может вас понять, поддержать, утешить, хотя бы словом утешить, хотя бы там обнять, чмокнуть щёчку, да, ну, зачем нужна такая женщина, согласитесь? Поэтому, вот, сделайте работу над ошибками, сделайте работу над собой, да, сделайте такое глубокое переосмысление, и тогда вам будет намного легче жить, когда вы поймёте, вот эти многие психологические моменты, о которых я стараюсь хоть немного в каждом видео проговаривать, вам будет намного легче жить, такая маленькая бесплатная консультация психологическая, поэтому я вам всем желаю, наконец-то, избавиться от негативных мыслей, я вам желаю поскорее встретить свою любимую, единственную, неповторимую женщину, и, наконец-то, стать счастливыми, по-настоящему счастливыми. Вот такой был расклад, кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями, и всем пока!